всем здравствуйте еще раз дорогие коллеги всем привет я тут вышла с двух устройств поэтому возможно буду смотреть не в ту камеру кто меня не знает я представлюсь меня зовут алёна чернигова я из города иркутска я мастер шаронской розы в компании атоме я более пяти лет пять копейками если вы на этом зуме то соответственно вы находитесь в моей структуре я хочу немножко с вами взаимодействовать напишите пожалуйста в чате кто новичок либо кто еще не до конца разобрался в маркетинге потому что сегодняшняя наша тема зума это будет маркетинг это очень важно знать маркетинг понимать маркетинг систему выплат и так далее поэтому разобраться в нем нужно и как раз сегодня мы будем это делать напишите пожалуйста в чате насколько вы знаете маркетинг насколько вы его изучили я новичок пару месяцев как стала вникать очень интересная эта тема супер очень рада для новичков да это будет мега полезно для тех кто еще может быть не до конца разобрался тоже будет не лишним потому что понять маркетинг нашей компании с первого раза наверное невозможно вот я новичок но мне нужно 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 разобраться все отлично супер я очень рада ну что давайте начинать давайте не будем время тянуть я уже представилась вкратце я хочу рассказать презентацию нашего бизнеса я думаю если вы уже здесь да в этой компании в этой команде то вы наверняка заинтересованы в построении бизнеса вы наверняка понимаете основу ведения этого бизнеса так прошу прощения вы наверняка знаете основу ведения этого бизнеса но я вкратце хочу презентовать вам компанию для примера как можно рассказывать да об этом бизнесе мы все знаем что компания у нас корейская международная и работа в принципе тут заключается в том чтобы разговаривать я люблю говорить новичкам что у нас не сложная работа у нас работа заключается в том чтобы говорить что мы должны делать мы должны делиться информацией мы должны рассказывать о продукции мы должны рассказывать о возможностях другим людям это как сарафанное радио по сути бизнес построен на сарафанном радио один передает другому передает третьему и люди потихонечку потихонечку включаются в эту работу. Кто-то приходит как клиент, чтобы просто пользоваться классным продуктом, кто-то приходит как партнер, чтобы точно так же зарабатывать, да, который тоже уловил то, что вы ему донесли, то, что в компании есть такие возможности. Вот таким образом. Поэтому я часто еще сравниваю наш бизнес с открытием собственного интернет-магазина, только по сути, в котором все уже за вас сделано, да. Многие люди смотрят на предпринимателей с особенно традиционного бизнеса. У нас часто, когда человек традиционный бизнес открыл, все такие, о, классно, он предприниматель, он такой крутой, классный. Вот. Но не все знают, да, насколько там сложно и тяжело работать. Потому что наверное, проще всего работать в найме. Ты отработал определенное время, пошел домой и все, у тебя свободное время. Люди в найме, люди предприниматели, они знают, что работать нужно 24 на 7. Нужно быть включенным во все вопросы. Нужно быть и бухгалтером, и юристом, и производственником, и абсолютно-абсолютно всем, и с бытовиком, да. Нужно, если это, допустим, продажа, да, торговля, то нужно найти поставщиков, закупить какую-то партию товара, вложить кучу много-много денег, да. Где-то это все складировать, реализовывать, транспорт, логистика, пункты выдачи. Это все, конечно, очень сложно. Наша компания предоставляет, по сути, готовый бизнес, в который вы приходите, и ваша задача просто привлечь клиентов. Даже в традиционном бизнесе, если посмотреть особенно на малый традиционный бизнес, мы можем заметить, что любой какой-то бутик маленький, любой какой-то павильончик маленький, он все равно продвигает себя, да, у него есть своя страничка в соцсетях, он ведет там какие-то блоги, чаты и так далее, для привлечения людей. То есть любой традиционный бизнес, он тоже привлекает людей. А здесь, ну, даже если вы откроете свой интернет-магазин, вам тоже нужно будет привлекать людей. А здесь, по сути, все рутинные вопросы за вас решает компания. Ваша задача просто привлекать людей, рассказывать людям о продукции, пользоваться самому, да, очень важно, чтобы стать экспертом, да, чтобы вам верили, потому что у нас все-таки бизнес построен на рекомендациях. И чтобы вам верили, чтобы ваши рекомендации работали, нужно обязательно знать этот продукт. Поэтому пользоваться продуктом, просто перестать покупать шампуни, мыло, щетки, пасты в обычном магазине, покупать их у себя в магазине, рассказывать об этом другим, рассказывать про возможности бизнеса, привлекать таких же людей, научить их работать, да, рассказать о маркетинг-план, научить пользоваться сайтом, все свои знания, опыт передать. И, ну, по сути, все, да, то есть наша задача, как сарафанное радио, рассказывать всем вокруг. Самый легкий бизнес и все рутинные процессы за нас уже решены. Нам не нужно закупать продукт, нам не нужно искать поставщиков, нам не нужно складировать, доставлять и так далее. То есть все абсолютно решено. Вплоть до того, что вы не занимаетесь бухгалтерией, вам выплаты приходят просто на карту. Вот, поэтому вкратце презентация нашего бизнеса. Это готовая площадка, где вы заходите, привлекаете людей и зарабатываете на товарообороте. Так, вкратце сейчас почитаю комментарии, кто что пишет. Спасибо. Ага, все хорошо. Тогда давайте переходить к маркетингу. Я попытаюсь донести сегодня основы маркетинга, особенно для новичков, думаю, будет полезно. С чего я начинаю рассказывать про маркетинг? Так, мне вот так, да, надо встать. С распределения прибыли. Как у нас распределяется прибыль в компании? Так, сейчас секундочку, одну секундочку. Так, прошу прощения. Как у нас распределяется вознаграждение внутри нашей компании? Мы знаем, что компания изначально создавалась для того, чтобы здесь мог состояться каждый. Наш председатель Пак Хангиль, он очень такой, во-первых, верующий человек, во-вторых, он очень справедливый, добрый человек, и цель создания этой компании было помочь другому человеку, потому что он сам из бедной семьи, и он сам много чего пережил в жизни, и вот он создал такую компанию для того, чтобы помочь многим людям здесь начать зарабатывать, здесь состояться, не имея огромных финансовых вложений и так далее. Поэтому очень грамотно распределяется прибыль. Мы знаем, что всего 30 процентов всей прибыли, которая зарабатывает компания, компания оставляет себе. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем развиваться, да, на какие-то операционные вопросы, на содержание сотрудников и так далее, на дальнейшее развитие, всего 30 процентов. И целых 70 процентов прибыли компания распределяет между своими дистрибьюторами. Это огромные показатели, и не каждая компания может похвастаться такими показателями. А в том числе тоже, вот видите, самый большой процент, да, из этих 70 и 44 процента, это спонсорское вознаграждение. А спонсорское вознаграждение это что? Это те доходы, на которые выходят новички, то есть это наши первые деньги. Да, у нас еще есть мастерское вознаграждение, есть вознаграждение руководителем центров, но первое, на чем мы начинаем зарабатывать, это бинарные шаги. И целых 44 процента составляют бинарные шаги. Причем распределяется этот процент абсолютно равномерно между всеми участниками. Неважно, пришел человек 10 лет назад в компанию, сегодня или через 10 лет он придет. То есть маркетинг построен очень и очень грамотно и справедливо. 20 процентов это мастерское вознаграждение, 20 процентов прибыли достается мастерам, которые достигли уже определенного ранга. И 6 процентов это покрытие расходов офисов, потому что те люди, которые открывают образовательные центры, это те центры, да, куда можно прийти, получить знания и получить свои заказы. Туда осуществляется бесплатная доставка и партнеры, которые открывают образовательные центры, они сами все расходы несут и компания им возмещает 6 процентов. Ну, по сути, это не такие большие деньги, но их в принципе хватает на плату аренды и так далее. Поэтому вот такое справедливое распределение. И однажды я рассказала вот это распределение новичку, она сказала, вот именно с этого нужно начинать презентацию бизнеса, потому что возражение многих новичков какое? Да ну, да уже поздно, да там вот заработают те, кто там 10 лет пришли в компанию. На самом деле нет. На самом деле у нас маркетинг построен совсем по-другому. И даже если через 15 лет вы придете в эту компанию, вы все равно будете иметь те же самые возможности, что и мы сейчас имеем. Дальше. Дальше я хочу рассказать про построение структуры. Очень важный момент, правильное построение структуры. С чего начинается наш бизнес? Вот здесь буду писать, думаю, будет видно. Если в процессе у вас возникают какие-то вопросы, я прошу, можно писать в чате, а потом я пролистаю и отвечу на ваши вопросы. С чего начинается наш бизнес? Наш бизнес начинается с того, что вам создали кабинет и вы активировали этот кабинет как минимум на 10 тысяч пиви. 10 тысяч пиви это примерно 2-2,5 тысячи рублей. Не такие большие деньги, чтобы начать свой собственный бизнес, да, в отличие от традиционного бизнеса. В чем заключается задача привлекать новых людей, клиентов и партнеров? Мы рассказываем про эту продукцию, мы делимся своими результатами, мы рассказываем про возможности, да, и как сарафанное радио наша информация начинает распространяться. Соответственно, к нам приходят люди, которые говорят, а я хочу тоже пользоваться продуктом, а я хочу тоже иметь доступ к этому интернет-магазину, я хочу тоже зарабатывать. Мы их начинаем регистрировать. Так как у нас бинарное построение структуры, это не совсем классический бинар, да, потому что многие тоже, знаете, бывалые сетевики, которые приходят в компанию и говорят, что бинар-то плохо, бинар-бинар у розни. У нас не совсем традиционный бинар. Во многих компаниях есть обрезной бинар, да, где обрезается количество уровней. У нас тоже он такой уникальный, поэтому я дальше расскажу. Поэтому мы регистрируем людей в две ветки, в левую и в правую. Пока под вами никого нет, первого человека вы начинаете регистрировать, вы его регистрируете вот сюда. Автоматически человек встает в левую ветку. Второй человек к вам приходит, вы его регистрируете вот сюда. В процессе регистрации на сайте, когда у вас система запрашивает ID, вы вписываете свой ID. Все, под вами два человека, больше, чем два человека вы под себя поставить не можете. И, по сути, здесь многие тоже новички заморачиваются, кого сюда ставить. По сути, это не настолько важно, кого вы сюда поставите, потому что важно иметь баланс между ветками. Кто конкретно под вами будет стоять или кто будет стоять на десятом, на сотом уровне, это не настолько важно. Вот. Дальше приходит к нам третий человек, неважно клиент или партнер, мы его регистрируем вот сюда. Следующий приходит к нам четвертый человек, мы его регистрируем сюда. И вот так, цепочкой друг за друга, своих лично приглашенных людей, мы должны регистрировать. Почему цепочкой друг за друга? Потому что многие совершают такую ошибку, и я в том числе в начале совершала такие ошибки, к сожалению, да. Мы, когда заходили, еще некому было объяснить, как правильно, как неправильно. Поэтому, что многие делают? Многие начинают строить структуру лесенкой. Допустим, третьего человека регистрируют, допустим, пятого, да, вот этого пятого, регистрируют не по прямой, а, допустим, первому в правую ветку. Потом шестого человека регистрируют вот сюда. Под этого еще двух, и вот такие вот лесенки, елочки строят. Так делать не нужно, и это очень важно, потому что так вы сами себе усложняете работу. Очень важно, ваши лично приглашенные люди, они должны быть цепочкой вниз друг за другом. Тем самым каждому человеку вы можете помочь выстраивать левую ветку. Если у вас активный наставник, если он вам помогает строить левую ветку, да, вот тут вот наш наставник, если у него есть такая возможность, он вам может помогать строить вот эту левую ветку. То есть тут у вас могут люди появляться от вышестоящих наставников. Если этого не происходит, соответственно, это наш бизнес, мы строим его самостоятельно. Ваши лично приглашенные вот так цепочкой вниз друг за другом. А уже ваши люди, допустим, вот этот пятый человек пришел, и он говорит, я хочу не только покупать, но и зарабатывать, он начинает строить вот сюда ветку. К чему это приводит? К тому, что ваши лично приглашенные люди, они, скажем так, они строят, они увеличивают вашу структуру в глубину. То есть вы вот так глубину регистрируете, а ваши партнеры, они увеличивают вашу структуру в ширину. Допустим, вот этот человек, может быть, тоже заинтересовался. Сейчас, секунду, я выключу звук. И таким образом ваша структура начинает разрастаться в ширину и в глубину. В глубину за счет ваших лично приглашенных людей, в ширину за счет ваших партнеров. Почему я говорю, что клиенты это хорошо, партнеры это лучше? Потому что партнеры помогают вам выстраивать вашу сеть потребителей. И по себе могу сказать, что я вот, допустим, сейчас, да, пять лет в бизнесе. И, ну, наверное, процентов 10 всей своей потребительской сети это я зарегистрировала сама от этих людей, которые пришли ко мне. И процентов 90 это те люди, которых я даже не знаю. Это люди моих партнеров, это кто-то вот здесь, допустим, тоже решил работать, да. Это партнер моего партнера. И вот так ваша структура начинает разрастаться. Огромный плюс вот такого построения структуры в том, что здесь действительно со временем ваша структура начинает расти без вашего участия. И почему здесь возможен пассивный доход? Потому что если вы регистрируете клиента, то у нас в компании 98% возвращаемость клиента. То есть если человек один раз что-то попробовал, в 98% случаев он начинает пользоваться этой продукцией постоянно. если вы привлекаете партнера, вы передаете ему свой опыт, свои знания, он начинает работать самостоятельно, у него появляются еще партнеры, у этих партнеров еще партнеры. И со временем ваша структура начинает расти уже без вашего участия. То есть ваша задача включить человека в бизнес, рассказать ему, помочь и направить, да, а потом этот лидер становится уже абсолютно самостоятельным человеком. и 90% своей структуры я даже не знаю. Где-то там, да, я с утра просыпаюсь, захожу в личный кабинет, где-то там, я не знаю, на другом краю земли кто-то что-то покупает, у меня проходит товарооборот. Вот в этом огромный плюс нашего бизнеса. Поэтому очень важно строить вот так друг за другом. Еще раз, да, почему важно своих лично приглашенных людей ставить друг за друга? Потому что вы тем самым помогаете каждому партнеру в построении левой ветки. Вы вот сюда строите, у каждого вашего человека есть левая ветка. И человек вот тут в самом низу сегодня что-то купил, эти баллы, они засчитываются абсолютно всем, кто выше вас, кто выше его. А если вы будете елочкой строить, то люди будут разбросаны, и это очень сильно усложнит вам выход на ранги. То есть если до мастера продаж это еще не будет являться какой-то большой проблемой, то потому что там важен товарооборот. А вот в дальнейшем уже вам будет очень сложно. Поэтому четко придерживаясь вот такого принципа. Не нужно, многие знаете еще какие ошибки делают. Зарегистрирую-ка я сюда маму, сестру, племянницу и так далее, и начну-ка я им вести еще правую ветку, чтобы они тоже зарабатывали. На самом деле это медвежья услуга, но вряд ли мама, сестра или племянница, они заинтересуются вообще в построении этого бизнеса. А вот ваши люди могут оказаться, ну вот те люди, которые к вам пришли, партнеры, которые нацелены на бизнес, они могут оказаться где-то у кого-то в правой ветке, и тогда им будет сложнее выходить на ранги. Это что касается построения структуры. Если есть вопросы, напишите, пожалуйста, в чате. Я пока посмотрю. В чате вопросов нет. Ну, в общем, если что-то непонятно, можно спрашивать. Я пока вот здесь сотру и перейду к следующему моменту. Стараюсь рассказывать маркетинг постепенно для того, чтобы не запутать особенно новичков. Мы пришли в компанию. Что мы делаем? Первым делом мы активируем свой личный кабинет на 2-3 тысячи рублей. Это 10 тысяч PV. С этого момента... Отлично, спасибо, Света. С этого момента начинается ваш бизнес. Еще важный момент. Если вы пришли, допустим, клиентом и потом со временем решили сотрудничать, то обязательно внесите ИНН в личном кабинете. И обязательно прослеживайте, чтобы ваши люди тоже так делали, потому что бывает, что клиенты переходят в статус дистрибьюторов, но при этом не вносят ИНН, и у них нет по счету групповых баллов. Итак, чтобы у вас начало вот это вот все считаться, весь товарооборот, вам нужно активировать свой кабинет на 10 тысяч PV. С этого момента все покупки, которые совершают люди внизу, да, в вашей потребительской сети, они начинают засчитываться, начинают копиться бинарные шаги. Это те самые 44 процента, которые... на которые новички выходят, да. То есть первым делом мы выходим на заработок с бинарных шагов. Дальше, что я рекомендую делать новичкам? Вы активировали свой кабинет, рассказываете людям, во-первых, обучаетесь, у нас в команде огромный блок обучения, обучаетесь, параллельно начинаете внедрять это все, рассказывать другим людям, строите свою сеть потребителей и копите у себя налички как минимум 300 тысяч PV. А сейчас расскажу для чего. Вот так поверну камеру, чтобы было видно. И расскажу про уровни дистрибьюторства. Они понадобятся нам для того, чтобы понимать, на какие бинарные шаги мы имеем вообще право, да, доступ. Это все зависит от уровня дистрибьюторства. Вот эти самые 10 тысяч PV, да, то есть когда вы зашли, вы активировали свой кабинет, вы стали торговым представителем. Я прошу не путать уровни дистрибьюторства и ранги. Это абсолютно разные вещи. Смотрите, у нас вот это спонсорское вознаграждение, это уровни дистрибьюторства и бинарные шаги. А вот эти 20% это мастерское вознаграждение. И это уже ранги. Поэтому уровни дистрибьюторства это немножко другое. Мы активировали свой кабинет, мы стали торговым представителем. Самый первый уровень дистрибьюторства. Мы начинаем обучаться, мы начинаем копить постепенно на личном кабинете до 300 тысяч PV, чтобы стать агентом. Как только мы накопили 300 тысяч PV, это могут быть не только ваши покупки, это могут быть покупки, не знаю, там ваших родственников, тех людей, которые пока не хотят еще регистрироваться, которые присматриваются, которые просят вас там что-то заказать. Такие тоже бывают. И в принципе их можно проводить через свой кабинет, пока вы не накопите вот эти 300. Вот на этом в принципе все. То есть на агента можно выйти двумя способами. Либо накопить 300 на личном аккаунте, либо чтобы у вас товарооборот в малой ветке за прошлый месяц прошел 600 тысяч PV. Но вот именно на агента я рекомендую все-таки выходить за счет личного товарооборота, потому что это именно тот товарооборот, который вам позволит попробовать продукт, который вам позволит зарабатывать на бинарных шагах уже стабильное вознаграждение, потому что если вы выходите на уровень дистрибьюторства за счет товарооборота структуры, вы с него можете слететь в следующем месяце. Поэтому 300 тысяч PV накопили и пока все. Огромный плюс нашего бизнеса, в отличие от других компаний прямых продаж, в том, что нам не нужно каждый месяц копить какой-то товарооборот на личном аккаунте. Это нужно сделать один раз. Один раз накопили 300, дальше на следующий уровень дистрибьюторства можно выходить уже за счет товарооборота структуры, уже наращивать свою сеть потребителей. Во многих компаниях есть обязательные закупы. И там, знаете, там каждый месяц, я просто изучала маркетинг разных компаний, там каждый месяц ты начинаешь просто с нуля, с чистого листа. У нас этого нет, то есть разово накопили 300 и все. И дальше, в принципе, там просто продлеваем свой аккаунт. Одна покупка раз в полгода, любая, там, не знаю, жидкое мыло за 250 рублей. И мы больше не тратим, по сути, да, на накопление личных баллов. Все свои покупки мы можем проводить внизу, да, у себя в структуре, где-то вот здесь, и на своих же покупках зарабатывать. Это тоже огромный плюс. Следующий уровень дистрибьюторства, я просто сейчас по ним пробегусь, а потом расскажу, для чего они нужны. Следующий уровень дистрибьюторства, это специальный агент. На спецагента можно выйти либо за счет личного товарооборота, надо накопить налички 700, либо за счет группового товарооборота, это 1 400 PV в малой ветке за предыдущий месяц. Вот на этот уровень дистрибьюторства можно уже выходить, в принципе, за счет товарооборота структуры. По крайней мере, до первого ранга я не вижу смысла копить 700 налички. Потом, когда вы выходите на первый ранг, это тоже я дальше расскажу, можно добить до 700 налички, но здесь нужно смотреть по росту вашей структуры. У меня есть такие мастера продаж в структуре, у которых 200 тысяч налички накоплено, они даже 300 не накопили, но они стали эксклюзивными дистрибьюторами за счет товарооборота структуры, то есть они направили всю силу в построение своей сети, и такое тоже возможно. Вот, поэтому следующий уровень дистрибьюторства – это дилер, либо полтора миллиона налички, либо 3 миллиона за прошлый месяц в малой ветке. То есть, если у вас в малой ветке прошел товарооборот за январь 3 миллиона, то в феврале вы становитесь дилером. Но если в феврале у вас по малой ветке не проходит товарооборот 3 миллиона, то в марте вы опять становитесь, не знаю, там, спецагентом. То есть, когда вы выходите на уровень дистрибьюторства за счет товарооборота структуры, с него можно слететь. Но тут опять-таки такой спорный момент. Если вы растете органически, не прокупаетесь, и если ваша структура растет, 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 то этого не нужно бояться, вы, в принципе, не будете слетать с этого. То есть, поначалу там могут быть качельки, но если ваша структура растет органически, вы с этого уровня не слетите. И последний уровень дистрибьюторства – это эксклюзивный дистрибьютор, либо 2 400 налички, либо 4 800 по малой ветке за предыдущий месяц. По себе могу сказать, у меня налички накоплено 700, так как я являюсь руководителем офиса, это обязательное условие, но я являюсь эксклюзивным дистрибьютором. То есть, я выхожу каждый месяц на эксклюзивного дистрибьютора за счет того, что у меня огромная потребительская сеть. Для чего нам нужны эти уровни дистрибьюторства? Для того, чтобы нам иметь доступ к определенным бинарным шагам. Когда мы являемся торговым представителем, нам доступен только один бинарный шаг, это 300-300. Что такое бинарный шаг? Это когда по нашей потребительской сети проходит определенный товарооборот. То есть, есть понятие личный товарооборот, это на вашем личном аккаунте, есть понятие товарооборот структуры. Опять-таки, да, нужно не путать и не суммировать товарооборот левой и правой ветки. Это абсолютно разные вещи. Я люблю сравнивать. Это как два отдела продаж. Есть левый отдел продаж, есть правый отдел продаж. Они абсолютно разные. То есть, их нельзя суммировать. Так вот, что такое бинарный шаг? Это когда у вас в структуре вашей левой и правой ветки накопился определенный товарооборот. Самый маленький бинарный шаг – это 300 тысяч пиви здесь и 300 тысяч пиви здесь. Вот этот самый маленький бинарный шаг, на который мы выходим в самом начале, это накопительный шаг. То есть, они могут копиться, эти 300. Сегодня у вас люди что-то купили, да, там в одной ветке химохим купили, в другой ветке, не знаю, там вечернее очищение купили, послезавтра там у вас шампуни купили. Или, в общем, оно копится, копится, копится. Люди постепенно пробуют продукт, и у вас копится товарооборот. Как только в малой ветке накопилось 300 тысяч пиви, у вас схлапывается бинарный шаг. Почему в малой ветке? Потому что, если вы являетесь просто клиентом, и у вас растет только одна ветка, вы не имеете права зарабатывать. То есть, вы не можете зарабатывать. Как только у вас начинает расти вторая ветка, вот именно по малой ветке происходит подсчет вознаграждения. Первый шаг накопительный. Если вы являетесь торговым представителем, у вас 10 тысяч пиви налички, то за этот бинарный шаг компания выплачивает где-то полторы тысячи рублей. Если вы являетесь агентом, то за этот же самый бинарный шаг компания выплачивает уже три с половиной тысячи рублей. Почему я и советую накопить 300 на личном аккаунте? Чтобы у вас вот эти вот шаги 300-300, они рассчитывались максимально дорого, по три с половиной тысячи рублей. Итак, первый бинарный шаг у вас прошел. В эти сутки у вас товарооборот по веткам обнулился. Личный товарооборот сохраняется, никогда не обнуляется. По веткам обнулился. Со следующих суток начинает копиться новый бинарный шаг. Первые бинарные шаги, они проходят редко. У меня, допустим, первый бинарный шаг прошел примерно через 4 месяца, но это у меня, так у меня не самый быстрый рост, потому что мы заходили в самом начале и не было обучения, не было понимания, что как делать, и никто не мог объяснить, потому что вот все в самом начале зашли. Сейчас партнеры растут намного быстрее. У меня сейчас новички заходят, и при активной работе они за полмесяца могут первый бинарный шаг закрыть. Кто-то за неделю может первый бинарный шаг закрыть. Все зависит от вашей активности, от вашего, скажем так, желания. Сначала эти шаги проходят реже, потом с ростом вашей структуры, то есть людей становится все больше, эти шаги становятся все чаще, чаще и чаще. Дальше. Это самый минимальный бинарный шаг 300-300. Следующий бинарный шаг это 700-700. 700-700 он может накопиться либо за одни сутки, либо он может накопиться, ну как бы за несколько дней. За такой, вот как раз на шаг 700-700 могут претендовать те люди, которые спецагенты. То есть для чего нам нужны вот эти уровни дистрибьюторства? Если вы являетесь специальным агентом, то вы уже можете претендовать на шаг 700-700. Но как бы на спецагента можно выйти за счет товарооборота структуры. Если у вас, допустим, за месяц миллион 400 проходит в малой ветке, то наверняка вот подходя к этому уровню бинарных шагов, вы уже точно становитесь спецагентом. То есть если у вас, условно говоря, за сутки там, либо за два-три дня проходит 700-700, то вы уже явно являетесь спецагентом. За шаг 700-700 компания выплачивает примерно 7200 рублей. Почему я говорю примерно? Потому что выплаты, они немножко такие плавающие, варьирующие, они зависят от мирового товарооборота, там высчитываются коэффициенты. Я не буду вдаваться в подробности, чтобы не грузить, особенно новичков. В общем, 700-700 за этот бинарный шаг мы уже зарабатываем 7200. Напишите, пожалуйста, в чате, нужно ли детально объяснить, как может пройти бинарный шаг 700-700. Или пока не грузить этим, потому что это тоже часто задаваемый вопрос, как выходить на бинарные шаги 700-700. Я пока продолжу. Смотрите, следующий бинарный шаг. Объясните. Окей, тогда давайте тормознем на этом моменте, как проходит бинарный шаг 700-700. Вот так, если встану, видно, да, будет. К примеру, если вот этот шаг 300-300, он накопительный. Как же выйти на шаг 700-700? К примеру, у нас сегодня 17 февраля. У нас накопилось по левая ветка и правая. Сейчас я другим цветом буду писать, чтобы оно не сливалось. У нас сегодня 17-02. Это левая ветка, это правая ветка. На 17 число у нас вот там накопилось, да, накопился какой-то товарооборот. Допустим, по левой ветке это 250 тысяч пиви, а по правой ветке, допустим, 200 тысяч пиви. Вот такой товарооборот у нас накопился. То есть несколько дней кто-то что-то покупал, это может быть, не знаю, там неделя, две, три месяц. Люди напокупали вот на такой товарооборот. До шага 300 не хватает, то есть шаг 300 не закрывается, потому что не хватает. И сегодня объявляют акцию, как раз у нас сегодня акция, и у вас все разом решили купить. Все пошли участвовать в акции, у вас прошел еще большой товарооборот. Сегодняшним числом плюс, к примеру, здесь на 200 тысяч пиви, ой, здесь на, не знаю, сколько там, на 500 тысяч пиви, и здесь на, не знаю, 550, да. Возьму такие круглые цифры, и таким образом у вас сегодня закрывается шаг уже не 300-300, а 750 и 750. Какие у меня круглые цифры получились, но это случайно. Цифры могут быть не круглыми. В общем, когда у вас на, допустим, на сегодняшний день еще не хватало до 300, а на следующий день проходит большой товарооборот, и у вас уже срабатывает шаг 700-700. Либо, ну вот, либо вот так это может пройти, либо если у нас вчера прошел 300-300, а сегодня проходит еще 700-700. То есть это может быть либо за сутки, либо за несколько дней. Вот так. Понятно? Надеюсь, объяснила. Напишите, понятно, непонятно. Такой это сложный момент, но я думаю, что тут на практике очень часто становится ясно и понятно. Так, дальше, да? Дальше про... Все понятно. Спасибо. Дальше. Следующий бинарный шаг это полтора миллиона. Я вот так буду писать миллиона PV в левой ветке и полтора миллиона PV в правой ветке. На этот бинарный шаг у нас уже могут претендовать дилеры. То есть, когда вы являетесь дилером по уровню дистрибьюторства, вы можете закрывать шаги 300-300, 700-700 и полтора миллиона. Ну, полтора миллиона они копятся точно так же. Либо за несколько дней, либо за одни сутки. К примеру, не знаю, там объявили акцию, либо у вас уже огромная потребительская сеть, у вас проходит шаг полтора миллиона за сутки. За него компания выплачивает около 14 тысяч рублей. Сейчас я немножко подвину. Это полтора миллиона шаг. Следующий бинарный шаг это 2 миллиона 400. Это уже такие шаги, на которые вы выходите, имея большую сеть потребителей. То есть, сначала мы на маленьких бинарных шагах. Сначала он проходит раз в месяц, потом раз в неделю, потом два шага в неделю, потом каждый день. И постепенно-постепенно у нас товарооборот увеличивается, мы постепенно выходим на новые уровни бинарных шагов. За вот этот бинарный шаг 2 400 он доступен уже с уровня эксклюзивный дистрибьютор. То есть, если вы по уровню дистрибьюторства эксклюзивный дистрибьютор, вы имеете право на все виды бинарных шагов. У вас могут проходить шаги 300-300, 700-700 и так далее. За товарооборот 2 миллиона 400 компания выплачивает около 22 тысяч рублей. Вот у меня сейчас проходят шаги примерно либо полтора миллиона, либо 2 400, либо в акцию может пройти шаг 6 миллионов. Но в среднем вот полтора и 2 400. И в среднем, ну вот в день, да, у меня получается доход помимо мастерского вознаграждения от 14 до 22 тысяч рублей. Дальше, следующий бинарный шаг это 6 миллионов PV. 6 миллионов PV. Такие шаги у меня сейчас проходят в основном в акцию. Если объявляют акцию, если все разом решили купить, у меня может пройти такой бинарный шаг за сутки. За него компания выплачивает в районе 35 тысяч рублей в день, да. Следующий бинарный шаг это 20 миллионов. 20 миллионов. Просто распишу, да, чтобы было понятно. За такой товарооборот выплачивают примерно в районе 50 тысяч рублей в день. И самый максимальный бинарный шаг это 50 миллионов пиви. За него выплачивают в районе 70 тысяч рублей в день. Это самый максимальный заработок, на который мы можем выйти вот в это вот спонсорское вознаграждение. То есть самый максимальный бинарный шаг это 50 миллионов. сейчас расскажу, почему это хорошо. Я думаю, что вы поймете. Потому что есть люди, которые давным-давно в компании, у них проходит товарооборот намного больше, да. Допустим, человек, который зарегистрировался 10 лет назад в компании, у него проходят огромные товарообороты. Допустим, вот Таля Ким, да, которая недавно показывала свои товарообороты, у нее там проходит 300 миллионов пиви, 400 миллионов пиви. Но она зарабатывает на товарообороте только за 50 миллионов. Я сейчас это пока сотру, думаю, что тут вопросов нет. И расскажу, почему это хорошо. То есть у человека, который давным-давно зарегистрирован в компании, у него, допустим, вот левая ветка, вот правая, здесь проходит 300 миллионов, а здесь там, не знаю, 500 миллионов, да. Вот такой товарооборот. Человек давно в компании, у него уже выстроена структура, но он зарабатывает только за 50 миллионов пиви, 50 миллионов пиви. Все, что прошло выше, оно, ну, по сути, не участвует, и за вот этот, скажем так, лишний товарооборот, да, человек не получает вознаграждение спонсорское. То есть здесь 250 тысяч рублей, ой, ой, фу ты, 250 миллионов, можно сказать, да, обрезается, а здесь, сколько там, 450 миллионов обрезается. Почему это хорошо? Потому что если бы вот этого ограничения по выплатам не было, все деньги стекались бы тем людям, которые зарегистрированы давным-давным-давно. Но у нас есть ограничение 50 миллионов пиви. И рано или поздно все партнеры, они встречаются вот на этом уровне. То есть на спонсорском вознаграждении больше, чем за 50 миллионов пиви мы не заработаем. Больше, чем 70 тысяч рублей в день на спонсорском вознаграждении мы не заработаем. И именно это ограничение позволяет новичкам здесь иметь те же самые права и иметь ту же самую возможность, что и тем людям, которые давным-давно. В общем, если бы этого ограничения не было, то новичкам просто не хватало бы денег в компании. Все деньги бы туда утекали тем людям, которые стоят в самом-самом вверху, которые пришли в компанию давно. За счет этого ограничения люди могут приходить еще через 20 лет в компанию, и они точно так же смогут, как и мы сейчас, зарабатывать и доходить вот до этого уровня в 50 миллионов пиви. Ну и в принципе, я думаю, 70 тысяч рублей в день – это очень хорошие деньги, да? Ну то есть это спонсорское вознаграждение, есть же еще мастерское вознаграждение. Вот, поэтому вот это ограничение очень грамотно, я считаю, его придумали именно для того, чтобы каждый человек смог здесь состояться, да? Неважно, когда он пришел. Я сейчас вкратце еще расскажу, почему хорошо приходить именно сейчас, да? Есть часто возражения у новичков, допустим, компания с 2009 года существует на рынке в принципе, в России это 5 лет, да? И многие говорят, да ну, да уже поздно, да уже там кто-то вверху заработал, да нам уже ничего не досталось. На самом деле достается всем, потому что те, кто наверху, они зарабатывают вот этот максимум и все, и больше они не могут заработать. И почему выгодно приходить сейчас в компанию, потому что вот, допустим, я пришла 5 лет назад, да? У нас не было ни обучения, у нас не было понимания, что, как делать, никто не рассказывал маркетинга, потому что все пришли новички, компания только открылась. Не было примеров тех людей, которые уже зарабатывают. Не было отзывов о продукции, вообще ничего не было. И были такие возражения, типа, да ну, Шарашкина контора, да сейчас сдуется, да куда вы пошли. А сейчас почему выгодно? Потому что есть уже примеры людей, которые здесь смогли добиться каких-то результатов, да, хороших в принципе, зарабатывают не один миллион рублей в месяц. Есть уже просто 99,9% положительных отзывов о продукте, да, есть результаты на продукте. Есть уже имя у компании, да, то есть компания уже доказала, что она имеет место быть на рынке, что она очень стабильно стоит на ногах, что она пережила пандемию, спецоперацию, много-много всего. И в тот момент, когда какой-то бизнес рушился, у нас шел рост. И это огромный плюс. То есть компания сделала себе имя, компания уже вызывает к себе доверие, но при этом, если говорить про Россию, у нас зарегистрировано чуть больше 600 тысяч человек. 600 тысяч человек у нас зарегистрировано в России, ну, чуть больше. Из этих людей, по данным декабря прошлого года, когда мы ездили в Москву, я специально спросила у Антона Лабриянова, сколько из этих людей, дистрибьюторы, да, не просто клиенты, а те, кто зарабатывают. Из них около 30 тысяч человек. Это те люди, которые зарабатывают с компанией. Из них примерно половина, 15 тысяч человек, это те люди, которые выводят деньги. Представляете, на всю Россию. В России у нас, я специально читала, трудоспособное население, да, то есть если брать трудоспособный возраст, примерно где-то 86-87 миллионов людей. Из них 15 тысяч, блин, зарабатывают с компанией. Вы представляете, просто поле непаханное. Но при этом есть имя у компании, есть классные отзывы о продукте, есть примеры у людей, которые здесь состоялись. И есть вот это ограничение, которое позволит зарабатывать абсолютно всем. Еще, не знаю, лет 10, 15, 20 компания будет на взлете. Компания будет набирать обороты. Это вот как самолет, она сейчас где-то на взлетной полосе. Еще лет 15, как минимум, она будет взлетать, набирать высоту. И за счет вот этого ограничения здесь состояться может каждый, кто пришел сегодня, кто придет завтра, кто придет еще через 5 лет. Абсолютно все доходят вот до этого уровня и встречаются вот на этом уровне. Денег хватает абсолютно всем. Вот такое вот классное у нас есть ограничение по выплатам. Так, ну что, про бинарные шаги мы поговорили. Давайте, если нет вопросов, то перейдем к следующему уровню. Ой, следующему, фото заговариваюсь. К следующему виду вознаграждения. Это мастерское вознаграждение. Я пробегусь быстренько еще про мастерское вознаграждение. И потом поотвечаю на вопросы. Пока это все уберу. Вот так, чтобы было где написать. Смотрите, помимо того, что мы зарабатываем здесь на бинарных шагах, мы здесь можем добиваться определенного уровня, за которым нам еще доплачивают плюсом вознаграждение мастерское. Первый самый ранг – это мастер-продаж по маркетингу. Мастер-продаж. Видно, да, будет здесь? Сейчас я немножко перетащу. Вот так, да, примерно. Мастер-продаж. Кто такой мастер-продаж? Это человек… А, сначала, да, как у нас считается мастерское вознаграждение? Вот здесь уже мы смотрим на периоды. Есть периоды в компании у нас, по которым считается мастерское вознаграждение. Это с 1 по 15 число месяца, это первый период, и с 16 по конец месяца. Вот именно эти два периода существуют в компании. И именно они влияют на то, выходим мы на ранги, либо не выходим. Самый первый ранг – это мастер-продаж. Чтобы стать мастером продаж, нужно быть спецагентом по уровню дистрибьюторства. Это тоже очень важно, да. То есть, чтобы иметь возможность выйти на ранг мастер-продаж, мы должны быть по уровню дистрибьюторства спецагентом. И у нас за период в левой и в правой ветке должно пройти 2,5 миллиона PV. Все у нас исчисляется в PV внутренней дистрибьюторской компании. Если у нас либо с 1 по 15, либо с 16 по конец месяца проходит 2,5 миллиона PV за 2 недели, мы становимся мастером продаж. Если проходит 2 раза, да, то есть, допустим, с 1 по 15 у нас прошло 2,500, 2,500 здесь. И с 16 по конец месяца тоже проходит как минимум 2,500. Мы 2 раза в месяц закрываем мастер-продаж. Я пишу 2,500 – это минимум. То есть, у вас может быть и больше. У вас в одной ветке может быть больше, в другой может быть меньше. В общем, тут главное, что в малой ветке должно пройти 2,5 миллиона. И за вот такой товарооборот компания нам еще выплачивает в районе 27 тысяч рублей за 2 недели плюсом к бинарным шагам. То есть, мы зарабатываем на бинарных шагах, вот то, о чем я рассказывала, и плюсом еще вот такая премия. Соответственно, если 2 раза в месяц у нас закрывается мастер-продаж, то это 2 раза по 27 тысяч рублей. Ну, тут тоже немножко плавающая цифра. Это может быть от 26 до 28, ну, примерно, да. Оно там тоже варьируется в зависимости от того, сколько людей в этот период закрыли. В общем, не буду вдаваться в подробности. Я думаю, кому интересно, может покопаться в этом, самостоятельно разобраться для новичков, пока это будет сложновато. Итак, если мы 2 раза в месяц закрываем, то мы 2 раза в месяц плюсом к бинарным шагам получаем еще вот такие выплаты. В среднем, если человек автоматически закрывает мастер-продаж, то есть каждый период у него закрывается мастер-продаж, то он имеет доход от 100 тысяч рублей. Это на мастере-продаж. Почему я начала с мастера-продаж? Многие сейчас скажут, что у нас еще есть семи-мастер. Семи-мастер – это не маркетинг-план, это акция от компании в поддержку начинающих лидеров, да. Еще один огромный плюс нашей в компании в том, что она поддерживает не тех людей, которые уже зарабатывают очень много, она поддерживает именно тех, кто только идет к первому рангу, потому что это самое сложное – дойти до первого ранга. И чтобы человек не сдулся, не слился, придумали такую акцию, я про нее тоже расскажу. Это семи-мастер. Его еще называют полумастер или младший мастер по-разному. Чтобы стать семи-мастером, точнее, чтобы получить премию за семи-мастера, нужно быть тоже специальным агентом, и товароборот в период должен пройти по полтора миллиона. Полтора миллиона здесь и полтора миллиона здесь. Если у вас в две недели проходит товароборот полтора миллиона по веткам, то вы становитесь семи-мастером. И за него компания выплачивает в период 11 111 рублей. Соответственно, если два раза в месяц закрывается, это две такие суммы вы получаете. Если стабильно закрывается семи-мастер в каждый период, то это доход от примерно 60-70 тысяч рублей. Прошу прощения. Так, дальше. А вот дальше у нас идет бриллиантовый мастер. Бриллиантовый мастер. Чтобы стать бриллиантовым мастером, это вот когда я рассказывала про правильное построение структуры. Вот именно с бриллиантового мастера это очень важно. Потому что если на мастера мы можем выйти просто за счет товароборота своей сети, то на бриллиантового мастера мы выходим тогда, когда мы учим других людей зарабатывать. И чтобы стать бриллиантовым мастером, нужно, чтобы в период в левой и в правой ветке закрылось по два мастера продаж. Здесь два мастера продаж и здесь два мастера продаж. Как только по два мастера продаж у вас закрываются в период, вы становитесь бриллиантовым мастером. За бриллиантового мастера компания выплачивает примерно 40, напишу 44 тысячи. Почему примерно? Потому что тоже может варьироваться. Там 42-45 примерно вот в этом промежутке. Раз в две недели. Соответственно, если у вас подтверждаются ваши мастера, да, если каждый период в вашей левой и правой ветке подтверждаются по два мастера продаж, то вы получаете две выплаты по 44 тысячи в месяц. Чтобы стать бриллиантовым мастером, нужно быть дилером по уровню дистрибьюторства. Это тоже очень важно. Если вы идете на бриллианта, проверьте, являетесь ли вы дилером по уровню дистрибьюторства. Следующий ранг – это мастер шаронской розы. Здесь уже на самом деле очень все просто. Чтобы стать мастером шаронской розы, нужно, чтобы у вас в левой и в правой ветке закрылось по два предыдущих ранга. Соответственно, чтобы стать шароном, нужно, чтобы у вас в левой и в правой ветке закрылось по два бриллиантовых мастера. Два бриллиантовых мастера в период. Если они у вас закрываются, то вы становитесь мастером шаронской розы. Шароны зарабатывают дополнительно к бинарным шагам примерно в районе 90-110 тысяч рублей. На самом деле, чем выше ранг, тем больше вот этот разброс. Потому что там считается процент товарооборота, распределенный между всеми шаронами. И зависит от того, сколько шаронов в этот период закрылось. Чтобы стать мастером шаронской розы, нужно быть эксклюзивным дистрибьютором и вырастить у себя по два бриллианта. Следующий ранг – это стар мастер. Соответственно, чтобы стать стар мастером, нужно быть эксклюзивным дистрибьютором и вырастить у себя в структуре по два мастера шаронской розы. Вот так вот, да. То есть по два человека, которые на предыдущем ранге. Соответственно, стар мастер примерно за две недели получает в районе 160 тысяч рублей дополнительную выплату за закрытие ранга. Если два раза в месяц ваши бриллианты подтверждаются, то две такие выплаты стар мастер получает. Если говорить про бриллиантов, это доход примерно от 250 тысяч рублей. Если стабильный бриллиант, он зарабатывает уже более 250 тысяч рублей. Если стабильный шарон, это уже более полумиллиона рублей. Если стабильный стар мастер, это уже более миллиона рублей в месяц. Ну и вкратце пробегусь про три оставшихся ранга. Это роял мастер. Роял мастер. Это человек, который, а, кстати, важное дополнение, чтобы стать стар мастером, нужно, вот именно с ранга стар мастер вводится новое условие, чтобы стать стар мастером, нужно три раза подтвердить предыдущий ранг. То есть, если вы три раза не подтвердили мастера шаронской розы, то вы на стар мастера выйти не сможете. Соответственно, роял мастер – это человек, у которого по два стар мастера в каждой ветке закрылось. Роял мастер получает вознаграждение примерно 320 тысяч рублей в период. Ну и, соответственно, если два раза в месяц подтверждается роял мастер, то две такие выплаты. Следующий ранг. И роял мастер – то же самое, да, чтобы им стать, нужно три раза стар мастера подтвердить и потом только идти на следующий ранг. Следующий – это краун мастер. Соответственно, надо три раза подтвердить роял мастера и вырастить у себя по два роял мастера в каждой ветке. Краун мастер получает примерно 600 тысяч рублей в две недели дополнительно бинарным шагам. И самый-самый, скажем так, самый желанный для всех – это империал мастер. Все, наверное, хотят стать империал мастером. Нужно три раза подтвердить краун мастера и вырастить у себя в каждой ветке по два краун мастера. Империал мастер получает выплату в две недели мастерского вознаграждения примерно 1 200 000 000 рублей. Ну, соответственно, если империал мастер закрывается два раза в месяц, то две такие выплаты плюсом к бинарным шагам. Вот. На этом все. Ну, если говорить про империал мастера, то здесь можно посчитать, да, если на бинарных шагах империал мастер зарабатывает максимум 70 тысяч в день, да, и плюсом еще 1 200 000 в период он получает. Ну, можно, в принципе, вообще на самом деле можно оцифровать любой свой доход, который вы хотите иметь, да, хотите вы зарабатывать 200 тысяч, вы можете уже просчитать, какие бинарные шаги вам нужно закрывать для этого. Мало вам 200 тысяч, ставите цель 300 тысяч, просчитывайте, какие для этого бинарные шаги вам нужны и так далее. Поэтому тут тоже можно посчитать, да, сколько империал мастер зарабатывает. У нас в России еще нету империал мастеров. Так, ну что... Так, я случайно выключила себе звук. Вопрос, да, в чате, нужно ли подтверждать подряд предыдущий ранг, да, вот начиная со стармастера, чтобы выйти на стармастера, нужно 3 раза подтвердить мастера шаронской розы. Это могут быть абсолютно разные периоды, не обязательно подряд это должны быть периоды. Ну и, соответственно, чтобы стать роял мастером, 3 раза стармастера подтверждаем, в принципе, в разные периоды. Это что касается мастерского вознаграждения. Еще хочу вкратце рассказать очень важный момент для тех, кто идет на мастера продаж, либо на семи-мастера, потому что тут тоже есть такой хитрый ход. Я про него еще расскажу. Ну и третий вид вознаграждения, про который я не сказала, да, это вознаграждение руководителей образовательных центров. Это 6% отдается руководителям центров за то, что они содержат офисы, за то, что они принимают заказы, раздают их и так далее. Кстати, про подарки еще не сказала. Вкратце пробегусь про подарки, потому что помимо того, что мы получаем выплаты за бинарные шаги, за закрытие подтверждения рангов, когда мы первый раз выходим на определенный ранг, компания нам выплачивает, ой, компания нам дарит подарки. К примеру, вы первый раз закрыли мастера продаж, вам компания дарит хим-махим, вечернее очищение и набор фейм. То есть вам компания дарит продукцию на там сколько, 17 копейками, тысяч рублей. Когда вы становитесь бриллиантовым мастером, то вам дарит, то есть первый раз, да, это разовые подарки, когда вы первый раз достигаете определенного нового ранга. Бриллиантовые мастера у нас получают ту же самую продукцию, хим-махим, вечернее очищение, набор фейм, и плюс еще 55 тысяч рублей за достижение ранга. Я тут уже стерла, ну так пробегусь, в принципе, словами, да. Когда мы первый раз закрываем мастера шаронской розы, то нам выплачивает компания 110 тысяч рублей и дарит путешествие, ну, либо путешествие заменяет денежным вознаграждением. Когда мы достигаем стар мастера, разово компания выплачивает 550 тысяч рублей плюс путешествия. Либо, я знаю, что сейчас путешествия компенсируют деньгами. На сайте, кстати, есть, можно посмотреть, там каждый день приравнивается к определенной сумме. Royal Master получает 2 миллиона 700 за достижение ранга путешествия, аренда машины и корпоративная кредитная карта с лимитом 110 тысяч рублей. То есть, когда вы достигаете Royal Master, помимо всего, вам еще дают корпоративку с пополняемым лимитом для того, чтобы вам развивать свою структуру, да, свою команду. То есть, кому-то что-то там помочь, я не знаю, какие-то, может быть, акции провести и так далее. Краун Мастер за достижение ранга получает 16 миллионов рублей путешествия, аренда машины и карта с лимитом 270 тысяч рублей. Корпоративная карта. Ну и всех, да? А, Краун Мастер. Про Royal Master я сказала. Краун Мастер получает 16 миллионов рублей путешествия, машина, карта. И Imperial Master у нас разово за достижение ранга получает 55 миллионов рублей. Вот этот вот куб, да, который выкатывают на сцену, 55 миллионов рублей машина. Там снимают офис в аренду, путешествия и корпоративная карта с лимитом 550 тысяч рублей на развитие своей команды. Вот такие подарки дарятся за достижение ранга. И еще один момент, про который я хотела рассказать для тех людей, которые планируют выходить на Мастера Продаж, либо на Сэмми Мастера. Я говорю о том, что пока вы не планируете выходить на первый ранг, то вам, в принципе, достаточно 300 тысяч PV на личном аккаунте. Почему этого достаточно? Потому что, чтобы выйти на Мастера Продаж, нам нужно, да, чтобы в период у нас прошло и здесь 2,5 миллиона PV, и здесь 2,5 миллиона PV. Если у вас при этом на личном аккаунте накоплено 300 тысяч PV, и вы, допустим, не являетесь спецагентом за счет товарооборота вашей структуры, здесь можно применить такой хитрый ход. То есть у вас 300 тысяч PV, вы являетесь агентом, не спецагентом, и хотите закрыть Мастера Продаж. Мастер Продаж должен быть спецагентом, то есть вам нужно на личку еще 400 тысяч PV. Какой хитрый ход тут есть? При первом, первый раз, когда вы закрываете этот ранг, можно убить двух зайцев. Можно вот эти вот недостающие 400 тысяч, да, то есть у нас спецагент должен иметь 700 тысяч PV на личке, и вы на спецагента не вышли за счет товарооборота структуры, вам нужно сюда 400 добить, да, 400 тысяч. Что можно сделать? Вот эти 400 тысяч, которые вы проводите в тот период, когда вы идете на Мастера Продаж через личный аккаунт, они могут спускаться в малую ветку. Допустим, такая ситуация, у нас закрытие периода, вы хотите закрыть Мастера Продаж. У вас в левой ветке накопилось, ну, я возьму не круглые цифры, допустим, 2 миллиона 800, а в правой ветке у вас 2 миллиона 100. Не хватает, да, до Мастера Продаж. Но если вы себе на личный аккаунт проведете 400 тысяч, ну, это могут быть не только ваши покупки, опять-таки, да, могут быть покупки всех людей, которые не хотят регистрироваться, да, или там, не знаю, сборные заказы вы какие-то собрали, каких-то клиентов можно провести. 400 тысяч пиви набиваете себе на личку, и они негласно спускаются в малую ветку. То есть, по сути, вот при таком товарообороте по веткам и добив себе спецагента на личном аккаунте, можно выйти на Мастера Продаж. Это такой ход, который можно использовать. Но, опять-таки, да, 400, допустим, возьмем период. Вот сейчас начался период с 16 февраля по конец месяца. Вот эти вот личные пиви, недостающие до 700, они должны быть проведены вот в этот период, если вы сейчас идете на Мастера Продаж. То есть, обязательно в этот период. Если вы используете такой ход, моя рекомендация – позвонить своему наставнику и проконсультироваться еще раз, да, и попросить, чтобы он зашел в ваш кабинет и проверил. Потому что бывали случаи, когда человек где-то что-то не так понял, недопонял, и у них срывались мастера. Вот. То есть, до Мастера Продаж налички 700 тысяч пиви копить необязательно. Это можно сделать вот таким вот образом. Ну, и тем самым вы убиваете двух зайцев. Вы становитесь спецагентом уже постоянно, да, то есть вы уже не зависите от товарооборота ваших веток, вы являетесь 100% спецагентом, и вы закрываете Мастер Продаж. Ну что, я пробегусь по вопросам. У кого есть вопросы, пожалуйста, напишите в чат. Я посмотрю. Отвечу. Так. Благодарю за эфир. Мега полезно. Ага, я очень рада. Так, вопрос. Если налички сейчас 500, например, то при первом выходе в период можно сделать миллион триста и полтора. Но полтора – это если вы на Сэмми Мастера идете. То есть, тот же самый принцип, он работает, если вы выходите на Сэмми Мастера. Если вы выходите на Сэмми Мастера, то вы можете, у вас налички 500, у вас могут пройти по одной ветке полтора, по одной миллион триста, и двести вы добьете наличку. Да, все верно засчитается. Но это засчитается, если вы идете на Сэмми Мастера. Понятно, да, ответила? Напишите. Ну что, вопросов нет? Если есть вопросы, я еще две минутки жду, поотвечаю на вопросы. Каким образом пиви спускаются вниз в размере шага? Как был 3 500 рублей, так и остался. Не поняла. Каким образом пиви спускаются вниз, а размер шага, как был 3 500, так и остался. Не поняла вопрос, про какие пиви, которые спускаются вниз. Если вот про личные пиви, которые спускаются вниз, то это не про бинарные шаги, это про закрытие рангов. Понятно, спасибо. Спасибо. Да, это может быть разово. То есть, если вы первый раз выходите на Сэмми Мастера либо на Мастер Продаж, вы можете вот так убить двух зайцев, сделать себе стабильного спецагента налички, и у вас эти личные баллы, они спустятся в малую ветку. Ну что, вопросов нет? Всё доступно, супер. Я очень рада. Ставьте себе цель. Пиви, которые не копятся сверху более 70... А, вы имеете в виду бинарные шаги, вот это вот обрезание? Смотрите. Ещё раз, да, допустим, человек давным-давно в компании, с первых дней, да, давным-давно зарегистрирован, у него проходит товарооборот на... в левой ветке, в правой ветке. Допустим, здесь 400 миллионов, а здесь, не знаю, там, 350 миллионов. Вот у него в день прошло. Но он получает доход только за 50 миллионов. За 50 миллионов. Всё остальное, вот здесь, 400 минус 50, 350 миллионов пиви. И здесь 300 миллионов пиви. Вот за этот товарооборот, который превышает максимальный бинарный шаг, человек не получает вознаграждение. Если бы человек получал вознаграждение за вот этот весь товарооборот фактически, да, и в маркетинге существовали бы бинарные шаги 100 миллионов, 200 миллионов, 300 миллионов, соответственно, компания должна была бы выплачивать за эти бинарные шаги большую сумму вознаграждения. И тем самым, вся прибыль компании, она бы не смогла распределяться между всеми. А за счёт вот этого ограничения прибыль компании, она распределяется между всеми. То есть, по сути, вот эти 350 миллионов, это тот товарооборот, который прошёл в самом низу. А там пришли новички, которые месяц в компании, год в компании, полгода в компании. Им же тоже нужны деньги для того, чтобы за их бинарные шаги компания оплачивала. То есть, если бы не было ограничения, то за вот этот товарооборот человек получил бы огромную-огромную сумму. И за счёт того, что большая часть прибыли доставалась бы тем людям, которые давно в компании, те, которые внизу находятся, им бы просто прибыли не хватало. Понимаете? Это не влияет на то, что там вам где-то какие-то, не знаю, пиви дополнительные прилетают. Это влияет на то, что вся прибыль, она не стекается вверх, самым-самым верхушкам, тем людям, которые давно в компании. Есть вот это ограничение, за счёт чего прибыли хватает абсолютно на всех. Вот это имелось в виду. Спасибо. Ну что, если вопросов больше нет, я тогда буду завершать эфир. Постараюсь его сохранить. Я думаю, что было для вас сегодня полезно. Обязательно, если удастся сохранить, отправлю ссылку на этот эфир, можно будет в записи посмотреть. И ставьте обязательно цели. У нас этот период очень горячий в нашей команде. Да, у нас наши вышестоящие наставники организовали нам классный такой промоушен с нашими призами. Поэтому ставьте себе цель. Знаете, я верю в то, что главное человеку поверить в себя. Если вы не верите в себя до конца, если вы думаете «да, ну, да, мастер продаж, да, это не для меня, да, мне далеко, да, это сложно», то оно действительно будет для вас сложно. Если вы поверите в то, что это несложно, это несложно. И если вы уверены в себе, если вы в себя поверите, всё обязательно получится. Самое главное — это вера в себя. Самое главное — это человеку внушить, новичку внушить, что тут состояться может абсолютно каждый. Абсолютно неважно возраст, пол, место жительства, профития. Абсолютно ничего не важно. Каждый находит возможности здесь стать успешным. Каждый выбирает для себя тот метод работы, который ему комфортен. По сути, наша задача заключается в том, чтобы разговаривать. Разговаривайте, рассказывайте другим людям, показывайте эти возможности. Недавно ко мне в команду пришла женщина, которая говорит, это преступление — молчать про такие возможности. Поэтому не совершайте преступления. Очень круто, когда ты смотришь, пришёл к тебе новичок, ты смотришь, как он меняется, как он растёт, как он идёт по рангам. Ты смотришь за тем, как меняется его жизнь, и ты понимаешь, что ты в какой-то степени причастен. Ты рассказал ему про эти возможности, и он изменил свою жизнь в лучшую сторону. Он стал себе больше позволять, он стал путешествовать, он стал лучше жить, он стал лучше одеваться, лучше питаться. Он стал счастливый, свободный. И это круто, когда мы даём такие вот возможности, поэтому не совершайте преступления. Не думайте, да ну, я буду навязчивый, да вдруг кому это надо. Я вас уверяю, найдутся те люди, кому это надо. Да, кто-то вас не услышит. Не услышит, ну как бы и ладно. Ищем тех людей, которые вас услышат, которые с помощью вас, с помощью компании, смогут здесь быть чуточку счастливее, красивее, здоровее и богаче. Вот. Поэтому ставьте цель, верьте в себя, и всё получится. Ну что, вопросов нет? Всем спасибо. Мне очень цена ваша обратная связь в чате. Всё, всем пока.